Девушки отдыхают А потом они разделяются на разные направления, есть пятидесятники, есть неопятидесятники и так далее, но было время, когда никто не знал в Грузии об этой маленькой группе, конечно службы безопасности знали и всегда наблюдали за этими группами, Но в возрасте 21 года я ничего не слышал о таких цеплах, мое религиозное образование было таким, русские, грузины, армяне, осетины, мы христиане, Азербайджанцы, узбеки, таджики, они мусульмане А вообще что значит христианство, и что такое ислам, конечно я не знал Я знал только что мусульмане перед тем как своих детей крестить, они обрезание сделали Ну вот вся разница между христианами и мусульманами Я даже не знал что такое слово обрезание, я использовал более грубые слова Потом я когда прочитал Библию я понял что это такое Но однажды В мою семью пришла большая проблема Мой отец потерял зрение Я в это время служил в Азербайджане в армии Потом меня перевели в Армению И когда меня отправили в краткосрочный отпуск Я присутствовал при операции моего отца Через некоторое время еще одна операция Но он полностью утратил зрение И врачи ничем не могли помочь Когда я вернулся в свою часть У меня всегда на сердце была печаль У меня были младшие братья За ними нужен был присмотр Моя мама больше Моя мама работала на полставки за недостатком времени Потому что мой отец он не мог выходить на улицу Мы жили в таких барачных домах Во дворе был общий туалет И для моего отца это были невозможные условия И у меня всегда было печально сердце Я не могу помочь своей семье Я в армии сейчас Семья нуждается Экономически, морально разрушена семья И вдруг я получаю письмо Когда я посмотрел на конверт Я вижу Это почерк моего отца Я удивился Я открыл письмо И прежде чем прочитать Я опять посмотрел на руку Это рука моего отца И моя первая реакция была Как слепой написал мне письмо Я начал читать И после приветствий Он говорит мне Пишет мне Сын, ты же помнишь В каком состоянии ты оставил меня Но мы уверовали в Бога Мы уверовали в живого Бога И наши старые верующие подчеркивали Живого Бога Мы уверовали в живого Бога И живой Бог исцелил меня Для меня это был шок Случилось так Меня призвали и сказали Мы на пять дней Отправляем тебя в командировку Я приехал в командировку Я пришел домой И я спрашиваю Я хочу понять что произошло Я зашел И что я вижу Мой отец видит Мой отец такой вспыльчивый человек И из-за его вспыльчивости Были проблемы с матерью Я смотрю какой-то мягкий стал Я чувствую другую атмосферу В своем доме Я спрашиваю Что случилось И моя мама рассказывает Сынок ты же помнишь В каком состоянии ты покинул нас Что я могу Как я могу забыть это Когда ты опять уехал в часть Мы ходили ко всем врачам Которых нам рекомендовали Даже к гадалкам ходили Даже к мусульманскому молле Чтобы он помолился Никто не смог помочь В один день У нас был один человек в Убании Его кличка была Дьякон Вообще-то его звали Андрей Оказывается он был верующим А мы и не знали Вы же знаете таких верующих Которые довольны своей жизнью Они приходят на собрания Хорошая атмосфера там Музыка хорошая Слова хорошие Удовлетворился Увидел друзей И пошел домой Он за головной болью не гоняется Чтобы кому-то там проповедовать о Христе Чтобы никто не посмеялся Чтобы никто сектантом не обозвал Так что человек молчал И поэтому мы даже не знали Что он верующий И что существует ли какая-то церковь Кроме православной А его жена Она не ходила в церковь Она не была возрожденной личностью Она разочек там была У нее была верующая сестра Зять был верующим Потом ее муж стал верующим Но она так заходила иногда в церковь И все знала о ней Она встретила мою мать И говорит Роза Как твой муж И моя мать говорит Мой муж И все рассказала ей А потом эта женщина сказала мне А ну-ка своди-ка его туда Куда ходит мой муж Куда он ходит? Он к верующим ходит Моя мать махнула рукой Я была в церквах Нет, я не туда тебя посылаю И она рассказывает ей В этом городе есть верующие Они не молятся на иконы Они не зажигают свечей Они вместе просто собираются У них есть большая книга Библия Они ее читают И говорят Мы служим живому Богу Они даже молятся за больных Моя сестра там исцелилась Мой зять там исцелился И вот по слову этой женщины Моя мама пришла домой Она рассказала все моему отцу И они пошли на собрание Они взяли такси И через некоторое время Я не знаю сколько раз Они были Вдруг у моего отца Восстановилось зрение Слава Господу И благодарность ему Когда я слушаю все это Я увидел Что факт налицо Мой отец был слепым Я видел Что он был слеп А теперь я вижу Что он видит снова И говорит Что причина этого всего Господь Иисус Христов Аллилуйя Слава Господу Когда я услышал все это Я сказал себе Эти коммунисты нас обманывают Значит Бог есть И мы должны его служить После этого я начал читать Иван Я еще не разу не был В церкви Молодец сказал Сынок я знаю что ты любишь Сынок я люблю читать Но эту книгу не читай Как все остальные А как я спросил И этот простой человек Машина Теология ураги Не было Библийского школы И библийский школы Не было Сайртус Савчута Гавширисики Туарцева Дарага царвисо И мы даже не знали За Советским Союзом За границей Что-нибудь есть И этот человек не говорит Эта книга написана Павдохновением Святого Духа И чтобы понять Что там написано Пока ты будешь читать Прежде будешь читать Дух Святой Ты откроешь мне И я стал делать так И я знаю что я много Когда я приехал И вернулся в Церковь Я услышал проповеди Я все понимал Что они говорили Не верьте этим мифам Которые есть в нашей стране Куртхева Ундай мифу Модзгризга Родз Айгитко Сахарева Это Куртхева Который Палма Мокца Это благословение Тебе Богу Арганшордесо Шенц Туалев Шенц баги Эвсесцитва У нас есть Учитель Святой Дух Который учит нас Конечно в церкви Нужны учителя Но Дух Святой Он открывает Суть, силу Благодать этих слов Я благодарю Бога За ту церковь Которая тогда была Когда я попал в церковь Впервые Я скажу вам, дорогие Там было всего Несколько молодых людей Не было музыки Один человек Который был руководителем Хора Я все время шутил На эту тему с ним Сейчас человек уже С Господом У него один зуб Впереди только был Я говорил Слушай, зубы вставь Зачем зубы? Скоро Иисус придет Открывает рот Торчит этот один зуб Начинает петь И Дух Святой сходил Это было удивительно Церковь была такой Что молодые Там не остались бы Но когда меня увидели О, сынок Какой ты счастливый И все время Со слезами молились Чтобы молодые люди пришли Хотя бы наши дети Были здесь Какой ты счастливый А я не до конца понимал Я только знал Что Бог есть И Он исцелил моего отца Знаешь, что случилось? В один день Мой отец пришел ко мне И говорит Сынок Теперь ты верующий Вот это нельзя Это нельзя Это нельзя И это тоже нельзя И когда я пришел в церковь Ой, какой ты счастливый Но я на самом деле думал Что это такой несчастный Куда я попал? Я однажды решил Я уйду из церкви Я сказал своему отцу Давай заодно уже Яму вырой мне И похорони меня Молодого человека Ничего нельзя Ничего нельзя Зачем жить? Я сказал Я уйду из церкви Но я думал А если я уйду из церкви Это же победа дьявола Моего отца исцелил Бог Такую милость я вел Как же я теперь уйду? И вот я в этих переживаниях Я верил, что дьявол существует И я так не хотел Чтобы он победил в моей жизни А в другой стороне Моя плоть меня тянет К этому миру Я однажды открыл Библию Я не гадаю на Библии Так что открою И вот это слово получил я Но вдруг открылась 53 глава Исаии Я читаю о страданиях Христа Закрыл Бой, чтобы меня не затянуло А вдруг сила Божья на меня сошла Она коснулась моего сердца Я пал на колени Я плакал о своей прошлой жизни Я каялся И я теперь готов был на все Да, Господи Я буду служить тебе всю мою жизнь И к тому списку, который мой отец сказал Я еще добавил кое-что Аллилуйя Слава Господу Когда я уже хорошо знал Библию Я, конечно, в этот список Какие-то коррективы внес Старые верующие говорят мне Когда я уже был служителем Скажи этим молодым что-нибудь Они чего-то Чего-то им не нравилось А я спрашиваю А вы за них помолились уже? Да, мы молились А как вы молились? И они пришли в церковь Вот теперь молитесь Чтобы они были угодны Господу Потом они оставили меня в твое Слава живому Богу за его церковь Аллилуйя Уже больше 39 лет прошло Моему отцу 83 года Я не читаю все книги Которые выпускает наша церковь Он читает все книги Он приходит в издательство наше И говорит, что-нибудь новое есть у вас Я не прочитал всех тех книг Он не пропускает ни одного служения И сегодня служит Господу И вот это является заслугой Конечно, в первую очередь Бога Но и той церкви Которая является матерью для всех нас Слава живому Богу Халлуйя Сегодня кто бы мне не доказывал Вы не церковь Но вы церковь, но не Христова церковь Христова церковь это мы На нас благодать На нас эта цепочка Рукоположений Я ни с кем не спорю Конечно, можно и на эту тему Побеседовать Но и то, что я рассказал вам Разве это не благодать? Кто сомневается, что это не Господь сделал? Бог дал покаяние отцу Исцеление Дал покаяние мне Через молитву церкви Многие люди обратились ко Христу И после этого Кто бы что мне не говорил Я знаю, что это есть благодать Божья В религии нет монополий Бог избирает Бог поставляет Бог действует У учеников однажды тоже была проблема Они пришли к Иисусу Говорят, Господь Мы видели человека Который Твоим именем чудеса совершает И знаешь, что сказали они дальше? То, что мы встречаем на каждом шагу Они запретили Ему Иисус сказал Запретили, потому что Он с нами не ходит А Иисус сказал Почему вы запретили Ему? Тот, кто не против вас Он за вас Слава Богу Спасение, оно в руке Божьей Бог избирает В этом году 500 лет реформации В течение 500 лет Миллионы людей были спасены Миллионы церквей были основаны Изменились жизни многих людей И я верю, что это есть благодать Божья Я верю, что это рука Божья в этом мире И Богу слава за это Он не смотрит на людей Иисус пришел тогда Когда под всем параметром Он был неприемлем для той религиозной системы Он все, что Он делал Оно вызывало раздражение Но Он исполнял волю Божью И знаешь, к чему Он призывал своих противников? Загляните в Писание Они обо мне говорят Но те люди не смогли принять Его Богу слава за церковь Он свою церковь основал Сегодня мы церковь Христова Аллилуйя Знаете, почему я сделал такое вступление? Потому что на протяжении веков Мы видим У церкви не всегда было такое спокойное время Мы сегодня много слышали от пастора Артура Я не знаю, кто как трактует это Но я точно знаю, о чем он говорил Потому что 38 лет я ворюсь в этом Я знаю, что такое служение Христу Я знаю, что такое трудности, проблемы Извне, изнутри Гонения извне прекращаются Начинается бурление внутри Когда кто-то приходит в себя Другой сходит с ума Где люди Там всегда есть проблемы Я хочу сказать вам Когда Павел писал юноше Тимофею Я хочу прочитать один стих Это второе послание Тимофею Вторая глава 19 стих Но прежде чем я прочту это место Когда вы придете домой Я хочу советовать вам Прочитайте эти главы Что в церкви были проблемы Там упоминаются две личности Именные Филит, по-моему Они проповедовали Что уже было воскресение мертвых И они колебали веру многих людей Сегодня есть люди Которые колеблют веру других людей Которые стараются убедить тебя Что ты не церковь Христа Стараются убедить Что твое мышление неправильное Это результат неверной теологии И те люди тоже Они смущали веру многих людей Если мы пойдем дальше Второй главы Третью, четвертую Павел предупреждает Тяжелые времена идут Будут такие люди У которых не будет любви Гордые, надменные Будут любить себя Непослушные родители Когда я читал эти места Писания Я думал, речь идет об этом мире Но Павел предупреждал Что это в церкви Все будет происходить в церкви И на фоне всего этого Апостол Павел Нашел слова ободрения Чтобы сказать И после этих стихов Он говорит Когда он говорит Об этих смущающих Но твердое основание Божье стоит В некоторых переводах Сказано, что Только Божье основание Непоколебимо Твердое основание Твердое основание Божье стоит Невзирая на то Какие бы вещи Не происходили Вокруг тебя Бывает трудно Различить Настоящего верующего От того верующего Который таков Только внешне Но Павел говорит Что бы ни происходило Какие бы люди Не были вокруг тебя Какое бы учение Они не несли Божья истина Она зависит Не от людей И Библия говорит нам Что твердое Основание Божье Оно всегда Останется Непоколебимым Что бы ни происходило И вот Это твердое основание Может быть мы скажем Да, твердое Божье основание Конечно Оно непоколебимо Но то, что Здесь написано Связано с нами Непосредственно Потому что Впоследствии сказано Что вот это Твердое Непоколебимое Основание Оно имеет На себе Печать И на этой печати Отражены Две истины Первое Познал Господь своих И второе И да отступит От неправды Всякий Исповедующий Господа В этих словах Мы видим Дорогие Речь идет О печати На которой Отражена Двойная Истина Которая Показывает Суть Этого Основания И в этом Основании В этом Основании Есть связь Непосредственная С нами Бог Познал Своих Бог Знает Своих Слава Господу Во веке Он знает Своих Знаете что Не имеет Значения От твоей Принадлежности Деноминационной Я просто Не хочу Говорить Об этом Я хочу Сказать Мы Христова Церковь Мы спасены Не потому Что мы Протестанты Он Баптист Я Пятидесят А тот Харизмат А тот Православный А тот Католик У дверей Царства Не будет Стоять Никто Чтобы Проверить Твою Принадлежность К определенной Конфессии У Бога Своя Мерка Он Своих Уже Знает И он Не назвал Тебя Никаким Другим Именем Он Просто Знает Что Ты Ему Принадлежишь У него Свои Критерии В этом Стихе Не оставлено Места Никакой Деноминации Никакому Названию Здесь Просто Речь О том Что Своих Бог Знает В русском Языке Слово Познал Это Не просто Знакомство Это Нечто Более Глубокое Это Познание Это Близкая Дружба И Бог Знает Тебя Он Исповедовал Что Ты Ему Принадлежишь Печать Дорогие Это Подтверждение Достоверности Это Также Означает Принадлежность Кому Либо Или Чему Либо У каждой Из наших Организаций Есть Печать Там Название Организации И На Что Ты Эту Печать Поставишь Это Подтверждает Достоверность Документа Его Принадлежности К тебе И Вот Божье Основание Оно Имеет Божью Печать И На Этой Печать Сказано Я Знаю Своих Своих Которые Будут Стоять Твердо И На Протяжении Веков Были Лжи Учителя Были Противники Бог Отказывался От Своей Связи С Этими Людьми И Начинал Новое Мы Видим Эти Принципы И Ветхом Завете Израиль Который Божий Народ Которые Когда Они Исполняли Волю Божью Бог Не Настолько Был Заинтересован В Храме Он Отказывался Иногда Даже От Храма Это Мы Видим И В Новом Завете Бог Идет Вперед Кто Идет За Ним Тот Последует До Конца Кто Отстанет Отвернется Господь На Его Месте Поставит Другого Человека Это Происходило На Протяжении Веков И Будет До Пришествия Какую Бы Историю Я Не Приписывал Себе Это Принадлежит Иисусу Христу Его Истина Непоколедима Бог Знает Своих Я Хочу Немножко Сказать Об Это Может Родится У Кого То Вопрос Как А Сейчас Мы Просто Красивые Мы Довольны Тем Что Имеем Сейчас Когда Я Начал Проповедовать Мы Собирались В Подвале Для Кого То Мы Были Сектантами Проповедовали Евангелие Были Воспламенены Духом И Вовчала Однажды Сосед Одного Из Верующих Видит Сон Пришел Ко Мне Человек В Какой Одежде Ну Эта Одежда Должна Была Показать Связь Богом И Говорит Если Ты Хочешь К Богу Если Ты Хочешь Правду Божью Пойди К Базар Вовчала Там Собираются Верующие Там Олег Проповедует Иди И Послушай Этот Человек Встал Наутро Пришел К своему Соседу У вас Есть Такой Человек Да Это Наш Пастор Он Пришел На Собрание Стал Членом Церкви Поймите Меня Правильно Я Не Делаю Это Чтобы Прорекламировать Своё Призвание Я Был Частью Той Церкви И Я Говорю То Чему Научила Меня Та Церковь Не Я Истина То Что Выходит Из Моих Уст Это Было Истинно То Чему Научила Меня Церковь То Что Говорит Каждый Из Вас Бог Засвидетельствовал Об этом Учении Иди И Слушай Его Когда Я Услышал Это Я Сказал Сам Себе Значит На небесах Меня Все Таки Знают Я Обрадовался Но Мы Не Строим Свою Убежденность На Это В нашей Жизни Что Откуда Мы Узнаем Что Бог Нас Познал Первое Почему Мы Знаем Что Бог Нас Познал Это Наша Обновленная Жизнь В Книге Наума Сказано Первая Глава Седьмой Стих Благ Господь Он Укрытие В день Скорби В некоторых местах Написано Что Это Крепость И Знает Уповающих На Него Бог Ценит Тех Людей Которые Уповают На Него Которые Надеются На Него Я Хочу К примеру Привести Одно Место Писания Если Мы Прочтем Послание Евреям Есть Стихи Через Которые Бог Разговаривает С нами В Частности Он Рассказывает Нам О том Какой Завет Он Нам Дар И Приводит Пример Авраама Который Доверился Богу В чем Заключался Завет Бога С Авраамом Бог Обещал Ему Он Вывел Его Из Его Родной Страны Привел Его В Обитованную Землю Которую Он До Конца Своей Жизни Так И Не Унаследовал Но Сказал Ему Твоим Потомкам Я Дам Эту Землю Интересно Там Говорит Пойдем Я Тебе Дам Но Мы Должны Вникнуть В Заветы Божьи Чтобы До Конца Понять Что Он Хочет Для Нас Мы Иногда Нетерпеливые Авраам Пришел В эту Страну Никто Не Встретил Его С Радостью С Ликованием У Него На Пути Появились Проблемы И Бог Говорит Ему Не Ты Авраам Не Тебе Твоим Детям После Тебя Я Дам Эту Землю Которые Перед Этим Еще Четыреста Лет Будут В рабстве Потом Выйдут И Вот Я Тогда Отдам Ему Но Писание Говорит Что Авраам Ожидал Города Который Имеет Основание Которого Художник И Строитель Бог У Него Было Богатство У Него 318 Только Солдат Было Содержать 318 Служителей Он Мог Сам Построить Город И Сказать Вот Бог Дал Мне Это Но Он Жил В Палатках И И И И И И И Они Умерли В В И Ожидали Города И И И Сказал Авраам Твоим Потом Еще У Него Нет Даже И Потом Сказал В И Я Умножу Семя Твое И Твоим Потом Через Твоих Через Твое Семя Я Благословлю Все Племена Земли Сегодня Все Комментаторы Библии Знают Что Этот Завет Полноценно Исполнился Во Христе Иисусе Знаете На чем Я хочу Сосредоточить Ваше Внимание Евреям Шестой Главе Сказано Что Адам Люди Клянутся Высшим И Клятва Завершает Все Их Споры Когда Два Человека Спорили По Какому То Поводу Они Клялись И Этого Слова Было Достаточно Чтобы Завершить Спор Поэтому Говорится Что Когда Бог Пожелал Наследникам Завета Показать Непреложность Своей Воли Он Прибегнул К Клятве Чтобы В двух Вещах Непреложных Вещах В которых Невозможно Солгать Богу Твердое Прибежище Твердую Надежду Имели Мы Которые Прибегли Чтобы Удержаться За это Обетование Знаете О чем Говорят Эти Стихи Что Нет Никого Выше Бога Люди Когда Клянутся Клянутся Чем То Высшим Большим Но Аврааму Бог Поклялся Самим Собою И Новый Завет Потому Нам Говорит Об Что Нам Наследникам Нового Завета Нужно Иметь Твердую Уверенность В двух Вещах Первое В Завете Божьем В его Клятве Божьего Слова Было Достаточно Но Чтобы Мы Были Тверды В Своей Надежде Бог К Своему Слову Он Добавил Еще И Клятву Чтобы У Нас Была Твердая Надежда Чтобы Мы Держались За Нью Иисус Наше Прибежище Иисус Наша Надежда И Мы Укрылись Во Христе Этот Мир Обречен Настанет День И Библия Говорит Нам Об Это Придет Суд Божий На Эту Землю А Люди Не Любят Такие Проповеди Которые Вы Слышали Они Хотят Быть Здесь Не Так Торопятся На Небо Но Наступит Время И Обреченность Этого Мира Достигнет Своего Апогея А Мы Уже Укрыты В Христос Наш Укрытие Мы Доверили Нашу Жизнь Христу Аллилуйя Слава Вовеки И Знаете Что В Библии Упоминаются Города Прибежищ Когда Человек Случайно Убил Другого Человека Чтобы Его Не Убил Мститель За Кровь Он Скрывался В Городе Если Он Успевал Пройти Через Ворота Города Никто Не Мел Права Трогать Его Дел Рассматривали Старейшины Города Если Случайно Произошло Убийство Тогда Для Этого Были Свои Правила Когда Мы Укрылись Во Христе Наш Приговор Уже Был Вынесен Мы Были Приговорены К Смерти За Наши Но Наше Прибежище Это Иисус Который Пролил Свою Кровь За Нас И В Любом Случ Это Прибежище Дает Нам Избавление От Наших Во Христе Бог Благословил Все Племена Земные Бог Дал Ему Завет Потом Пришел Христос Когда Мы Принимаем Вечерю Господню В Последний День В Своей Жизни На Земле Иисус С Учениками Взял Хлеб Преломил И Это Мое Тело Которое Я Даю За Взял Чашу И Сказал Это Кровь Которая Изливается Во оставление Многих Грифов Новый Завет Даю Вам Знаете Что Этим Сделал Христос Он Завершил Ветхий Завет И Он Обновил Завет С людьми Со Своими Верующими Каждый Раз Когда Мы Принимаем Вечерю Господню Свят Мы Мы Вспоминаем Этот Завет Иисус Сказал Верующий Вменю Не умрет Но Имеет Вечную Жизнь Это Завет Господа И Он Поклялся Самим Собой Если Мы Доверимся Богу Сегодня Если Мы Доверимся Его Слову До Конца Мы Будем Пребывать В этом Прибежище Прибежище Которое Христос Иисус Наша Надежда Есть еще Одно Чудесное Сравнение Оно Приводится Там Что Это Якорь Надежный Якорь Вы Знаете Все Что Такое Якорь У Кораблей Есть Якорь Он Опускает Его На Дно И Знаешь От Чего Он Зависит От От Того В Какое Место Этот Якорь Опустится Надежда Надежда Это Как Якорь Если Он Погрузится В Песок Он Не Выдержит Шторма Который И Корабль Сорвет С Якорь Но Наш Якорь Наша Надежда Она Воходит Во Внутренней За Завесу И Оно Связано Со Христом А Иисуса Не Поколебрит Ничто Наша Надежда На Христа Человек На Кого Ты Надеешься Сегодня Кто Твоя Надежда Сегодня Твои Деньги Твое Здоровье Какой Нибудь Сильный Родственник Не И Твоя Надежда Но Твоя Надежда Тверда Только Тогда Когда Ею Является Христос И Первое Через Что Видно Что Бог Знает Нас Это Тот День Когда Мы Покаялись И Сказали Христу И Ты Мой Господь Ты Мой Господь Слава Богу Живому Мне Нравится Это Последняя Книга Джона Бивера Как Он Обращает Внимание Мы Привыкли О Прими Христа Спасителем Но Мы Должны Принять Его Не Просто Спасителем А Господом Павел Говорит Если Ты Принял Иисуса Господом Там Не Сказано Спасителем Господом Когда Мы Сказали Господь Я Верю 38 Лет 38 Лет Назад Когда Я Возвал Господа И Сказал Ему Иисус Ты Мой Господь Иисус Узнал Меня Он Узнал Меня Как Своё Дитя Когда Ты Покаялся Он Познал Тихо Как Своё Дитя И Поставил На Тебе Свою Печать Это Моё Это Моё Дитя Которое Иисус Говорит Что Ты Надеешься На Него Это Мой Человек Вторая Вещь Через Что Бог Показывает Что Знает Нас Сегодня Когда Когда Брат Артур Говорил Сегодня Он Говорил О Восьми Причинах Что Мы Приносим Наши Нужды Господу Бог Знает Нас В Это Время Я Хочу Вам Привести Одну Притчу Она Знакома Почти Всем Это О Судье Неправедном О Скольких Людях Знает Этот Судья В нашем Городе Этот Человек Судья Он Был Неправедный Он Не Боялся Бога Не Стыдился Людей Как Это Было Бо Все Коррумпированный Испорченный Человек Бога Не Боится На Людей Не Стыдится Делает Все Что Захочется Он Даже Не Знал Что Существует Какая Бедная Вдова Наступил Один День И Он Познакомился С Эта Женщина Пришла К И Просит Защити Меня От Гонителей Моих Он Не Обратил На Нем Внимание Очень Скоро Он Хорошо С Ней Познакомился Она Везде Встречалась Ему На Пути Представьте Себе Выходит Из Дома Она Стоит Защити Идешь В офис Выходишь Защити У У Него Не Было Покою От Ни Потом Он Сказал Он Уже Понял Что Это За Женщина Какая Она Если Он До Сих Пор Ничего О Не Знал Скоро Он Все Узнал И Он Сказал Да Правда Я Не Боюсь Бога И Людей Я Не Слышу Но Так Как Она Не Оставляет Меня В Покое Я Защищу Е И Он Как Б Все Сделаю Лишь Б Она Оставила Меня В Покое И Сказал Слышите Что Говорит Судья Неправедный И Если Неправедный Судья Насколько Более Бог Защитит Вопиющих К нему День И Ночь Так Или Наша Молитва Наш Приход Предлится Божье Это Причина Убедиться В том Что Бог Знает Тебя Что Маму И Бог Говорит Вот Мой Маму Листал Придо Мною Эка Мамука Мирза Когда Мы Стоим Прид Ним Для Бога Это Приятно Бог Так Устроил Нашу Жизнь Что Мы Через Молитву Все Получали Мы Должны Зависеть От Него И Наши Жизни Все Должны Привести В Зависимость От Бога И Умолять Его Без Бога Нет Спасения Божья Благодать Она Не только В Прощении Грехов Она Освобождает Тебя Также Когда У нас В этом Мире Бывают Проблемы Мы Вверяем Себя В Руки Божьей И Что Мы Просим По Воле Его Он То Нам И Дает Да Благословит Нас Общение с Богом Когда Мы Молимся Когда Мы Читаем И Мы Должны Жаждать Его Присутствия Дорогие Никогда Не Надо Привыкать Какому-то Такому Состоянию Но Но Ты Должен Всегда Стремиться К Тому Чтобы Тебе Чувствовать Личное Присутствие Есть Люди Которые Знают О Христе Понаслышке Когда Женщина Самарянка Сказала Людям Я Там С Человеком Разговаривала Пойдите Посмотрите Не Он И Христос Потому Что Он Все Мне Рассказал Про Люди Вышли Весь Христ И Потом Сказали Мы Верим Уже Не По Твоим Словам Но Мы Сами Увидели Вкуси И Познай Что Благо Господь Не Верь Просто С Наших Слов Может Ты Знаешь Бога Только Со С С Проповедника Но Ты Нуждаешься В Личной Встречи с Господом В Личном Ощущении И Испытании Его Любви В Жажде Приходит Общение Бога Что бы ни Произошло В твоей Жизни Ничто Ничто Не Поколеб Если Ты Вкусил Что Благо Господь И В этом Общении Богу Приятно Что Ты К Нему Приходишь Какое Удивительное Общение Имел Моисей С Богом Прочитайте Это Место Бог Решил Уничтожить Израиля Бог Решил Представляете Но Встал Моисей И Он Ходотай Стал Он Умолял Бога Бог Что Скажут Эти Народы Меня Меня Изгладь Из Книги Жизни Бог Сказал И Библия Говорит Бог Передумал Удивительно Бог Решил Что Но Моисей Был Настолько Близок к Богу Он Попросил Него И Бог Передумал Не Уничтожил Этого Народа Какое Общение С Богом Это Не Просто Библейские Легенды Это Должно Осуществиться В твоей Жизни Бог Ждет Общения С Тобой Третье Через Что Бог Знает Тебя Когда Мы Не Отвергаем Его Наставление Евреям 12 Глава Говорит 6 Стиха Написано Павел Апостол Привел Пример Когда Одиннадцатой Главе Он Говорит О Героях Вер В Двенадцатой Главе Продолжает Эту Тему И Он Говорит Вы Хорошо Делаете Если Вы Не Отвергаете Наказание Господня И Приводит Такой Пример Наши Родители По Плоти Они Наказывали Для Этой Временной Жизни И Он Привел Пример Из Ветхого Завета Из Книги Притч И Теперь Дальше Продолжает Как Родители Наказывают И Воспитывают Своих Детей Я Говорю О Нормальной Семь Сегодня Мир Он Планирует Отнять Наших Детей Для Меня Шок Когда Такие Маленькие Дети Однажды Мы Заинтересовались Спрашиваем Детей Что Вам Вас Интересует Наши Права Права В семье Когда Родители Что-то Говорят Своим Детям А В школе В это Время И Хуч Ваши Права Я С ума Схожу Когда Слышу Это Дети Они Родились От Нас Бог Через Нас Дал Им Жизнь Мы Растим Их Мы Мучаемся Когда Я Вспоминаю Первых Двоих Детей Мы Так Вы Растили Никаких Памперсов В стране Не Было Я Закрывался В ванной Чтобы Помочь Своей Жене Чтобы Никто Не Увидел Меня В это Время И Стирал Эти Вонючие Белёнки У нас Не Было Столько Чтобы Выбросить Просто Следующие Конечно Попроще Пошли Но Мы Мучились Одеваю Кормлю Даю Образование Воспитываю Ночи Не Сплю А Знаешь Что Им Дьявол Сегодня Говорит У Тебя Твои Права Есть Слушай Если У него Есть Права У Меня Нет Я Хочу Верующим В Родителям Сказать Ваши Права Бог Дал Вам Подарок В виде Вашего Ребенка Для Меня После Бога Семья Это Моя Жена Мои Дети Я Скажу Если Вы Не Знаете У 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 Одна В В Возрасте Восьми Лет Отошла Господу Я Выросил Этих Детей И Я Всегда Знал Бог Дал Мерь Для Того Чтобы Я Привел И Господу Не Дьявол Отдал Знаешь Что Мне Понад Когда Мои Старшие Ребята Они Начали Предъявлять Свои Права Они вышли на улицу, нахватались каких-то вещей там. Я всегда им говорил, не забывайте, кто вы такие. Я говорил с ними о Боге. Я много молился за них. Но вместе с молитвой я их обличал, я их учил, твердо требовал, а иногда и приходилось руку приложить. Но не потому, что я ненавидел. Если человек разозлился и просто по злобе избил своего сына, это грех, это насилие. Я не признаю эти вещи. Но у меня есть право воспитать своего ребенка. Я должен его привести к Богу. Знаете, что мне говорят мои старшие ребята? Папа, спасибо, что ты был таким, что ты не уступил нам. Если бы ты уступил, мы бы были в мире. А сегодня они служат Господу. Мы наказываем наших детей. Наказание или воспитание начинается с наставления теплых слов. Если не принимай, тогда слова становятся тверже. Ты требуешь, обличаешь. Иногда можно и в угол поставить. Библия говорит, что иногда помогает Розга. Кто-то скажет, что ты говоришь? Я говорю именно то, что написано. Я люблю своих детей. Они сегодня служат Богу. И я приду к Богу с исполненным долгом и скажу, Господь, я не потерял их. Одного ты забрал, а восьмерых я вернул тебе. Слава тебе вовеки. Аллилуйя. Вот эти примеры. Знаете, где Библия не говорит о насилии. Написано, отцы, не раздражайте детей ваши. Речь идет не о битье, а о разумном воспитании. И давайте, пожалуйста, либералы, дорогие, не учите меня, как мне воспитывать детей. Они, не воспитав ни одного ребенка, учат меня, как мне это делать. Я воспитал восьмерых и знаю, как это делать. И они служат Богу сегодня. Павел привел это вам в пример. Как родители вас воспитывали до нас сегодня. Чтобы в этой временной жизни вы были нормальными людьми. Точно так же Бог, как Отец, воспитывает или наказывает нас для вечных дней. В чем заключается Божье воспитание? Бог учит нас. Бог наставляет нас. Когда мы не понимаем, Он обличает нас. Опять не понимаем. Написано, Он бьет всякого сына, которого принимают. В чем заключается это битье? Он не просто там розыгрышит в кафе. Но когда проблемы приходят в нашу жизнь, мы должны задуматься. Сколько было таких людей? Они ни церкви не слушали, ни братьев не слушали. И вдруг в жизнь пришли проблемы. Бог допустил. Бог может все убрать с нашей дороги. Но что-то, тем не менее, приходит на нашу жизнь. Чтобы мы больше научились. Чтобы мы укрепились. Это такая глубокая тема. Я не буду сейчас уходить на эту тему. Мы когда-то понимали то, что брат Артур сегодня говорил. когда он начал только говорить я понял сразу о чем будет речь. Ребенок восьми лет ушел из моей жизни. Знаешь, когда это было? В это время я проповедовал Евангелие. Мы проводили собрание на улице евангелистой. Люди, новые люди приходили. Очень многие обратились именно тогда к Господу. И в один день такое помазанное служение я закончил. И приходит мой ребенок приходит ко мне папа отпусти меня. Хотим в деревню поехать. Я не хотел. Но я не мог отказаться. И наша последняя встреча она осталась у меня в сердце. Она как бабочка улетела от меня. Знаешь, что было? Когда я пришел в церковь после этого первый раз. Да, братья и сестры были рядом со мной. Я проповедовал. Моя жена и я сказали, мы не прекратим проповедовать слово. Сегодня я слышал. Я был в одной семье я слышал это. У брата скончалась жена. И когда я соболезновал ему он сказал мне брат всю жизнь мы помним как вы все это перенесли. Потому что мы в это время говорили о небе. моя печаль сегодня ничто по сравнению с тем что имели вы. И вот ваш пример был утешение для нас всю жизнь. И когда я слышал такие свидетельства я и сегодня не имею ответов на все вопросы свои. На кресте тоже не было ответов на все вопросы. Когда Иисус сказал Боже мой Боже мой почему ты оставил меня? Ответа не было с неба. Но через 2000 лет сегодня мы все знаем почему Иисус был прикладен к этому Христу. Слава живому Богу. В нашу жизнь что-то приходит. Приходит в виде искушений в виде испытаний но за все слава Господу. Это глубокая мы проходим много в этой жизни но я хочу задать вам один вопрос как многие из вас чувствовали в испытаниях особое утешение Божье пожалуйста поднимите руки Аллилуйя неужели в это время ты не думал у Бога есть дело к тебе для Бога не все равно есть у тебя проблема или нет Он тебя утешил Он тебя научил разве это не показатель того что Бог знает тебя да Он знает тебя если ты не отвергнешь его и если ты всегда придешь к нему как к отцу будет наказание испытание в конце тебя ждет мир в это время все безразлично для тебя потому что ты знаешь у тебя есть надежный Он знает тебя Аллилуйя слава Господу и благодарность за это и также Бог показывает что знает нас по нашему труду мы служим Господу все дети Божьи которые служат Господу мы знаем организацию в церквах мы все понимаем что мы лучше знаем тех людей которые активно работают так или нет мы ближе к ним стоим в церкви есть такие посетители мы служим этим посетителям но те которые состоим в этой служебной команде мы друг друга все хорошо знаем мы Божья команда мы все сегодня здесь Божья команда как у Мамуки есть группа сослужителей у меня есть вот так все мы вместе мы Божья команда если мы служим Господу Бог знает наши проблемы Бог знает наши состояния наши трудности слабости наши сильные стороны и он работает с нами я был штукатуром по профессии первое чему научил меня мастер пускай твои орудия будут всегда в готовности чистые первое научил меня чистить штукатурные инструменты в конце дня мы всегда чистили свои инструменты если мы одну неделю не работали мы мазали маслом чтобы эти инструменты не заржавели всегда инструменты были готовы к работе и когда я перестал работать в этой профессии полное время стал служителем однажды мне этот инструмент понадобился дома я открыл его он ржавый я получил откровение пока это было в руке мастера она блестела а теперь так заржавело пока ты в руке божьей бог не будет держать в руке ржавый инструмент всегда в его руках будет хороший инструмент если ты в руке божьей бог позаботится о тебе вот это одна из причин почему люди которые служат быстрее растут слава господу бог познал своих есть вторая истина на этой печати что тот который познал господа как написано здесь отступит от неправды всякий исповедующий господа я не буду долго говорить об этом верующий человек если ты исповедуешь христа бог говорит тебе отступи от любой неправды отступить это значит отвернуться и уходить дальше дальше и дальше от неправды от несправедливости нечистоты от всего что не славит господа отступи от этого будет время мы предстанем перед лицом божьим иисус скажет я исповедую их потому что они исповедовали меня перед людьми а будут люди которые скажут господи твоим именем мы сделали то-то и то-то он скажет я не знаю вас потому что эти люди не отступили от неправды отойдите от меня всякий исповедующее имя господа отступит от неправды вот это твердое основание и вот какая печать на нем познал господь своих и отступит от неправды всякий исповедующее имя господа после этого кто бы мне что ни говорил я вам скажу моя вера не на снах основана моя вера она на слове божьем и на том свидетельстве которое я имею внутри себя настанет время мы придем пред Богом и Бог соберет из этого мира тех которых Господь познал слава живому Богу пусть Бог благословит всех вас я хочу еще раз поздравить вас с этим днем пускай ваши границы расширятся пускай вы увеличитесь будьте плодоносны и вот это твердое основание Божье пускай оно будет всегда непоколебимым в вашей жизни Господь да благословит вас